Дорога к дому без наледи и тротуары, вычищенные до асфальта. Дворники трех домов на Запорожской стараются. Правда, есть небольшой нюанс. Такое старание они проявили только после того, как накануне глава Самары Елена Лапушкина побывала здесь и раскритиковала их работу. Жители подтверждают, коммунальщики могли бы трудиться и лучше. Вот у меня дочь живет тут недалеко на Адыбенко 120. У них там лучше, чем обстоит дело, чем у нас. Сегодня спасибо. Работа полноценная, чистая. И во всем квартале, что в 33-м доме, что в 37-м, что рядом 33-й, весь дом убрали. Спасибо. Ежедневно спецтехнику предоставляет не только управляющая компания, но и районная администрация. Только в одном советском районе на работу выходят до 32 машин и 300 дворников. Но и этого порой не хватает. Поэтому по плану в первую очередь убирают дороги к детским садам, школам и поликлиникам. Затем переходят к адресам, о которых пишут жители. Работаем с социальными сетями, а также по общественной приемной, куда поступает непосредственное обращение. А также информацию доводят нам управляющие микрорайонов совместно со старшими по домам. Этому вопросу особое внимание уделили и на еженедельном совещании в мэрии. Главы районных администраций и муниципальных предприятий отчитались об уборке города от снега и наледи. Глава Самары категорично недовольна темпами этой работы. С начала зимы травмы из аналеди получили больше трех тысяч человек. Есть претензии к расчистке крыш. 94 кровли остаются заснеженными. 17 из них потенциально опасны. Прошу, вот в течение этой недели совместно с районами инспекторами все-таки проверить полностью территорию районов. Я понимаю, что мы все красиво отчитываемся, а вопросов наверняка гораздо больше. И на следующий понедельник на оперативное совещание тогда по итогам работы административной комиссии за эти два месяца. Я бы хотел, чтобы эта информация нас привела в ступор. И вот не должен остаться ни один тротуар, ни один дворовый проезд квартальный, УДС неочищенный, где могли бы люди получить травму. За некачественную уборку управляющие компании наказывают рублем. Так, только на Куйбышевское ПЖРТ уже наложен штраф на полмиллиона рублей. Отдельно на совещании обсудили ситуацию с набережной. На выходных грязный снег свалили на пляж, что возмутило горожан. Елена Лапушкина потребовала от руководства муниципального предприятия объяснений. Внутренняя сама территория мы никогда не обрабатываем никакой химией, никакими ПССами, только в крайнем случае, когда образуется лед. Поэтому все, что там находится, там, в принципе, чистый снег. Никакой это не чистый снег. Вы видели это все в соцсетях? В данный момент, да. То, что произошло, недопустимо. Сброс снега на Волгу в Самаре под запретом еще с 1998 года. Глава города Елена Лапушкина поручила в ближайшее время вывести весь снег на полигоны, а руководителю административно-технической инспекции проконтролировать исполнение поручения. Андрей Горгуленко, Лариса Шлафас, Николай Епифанов, Николай Сидоров. События.